и снова здравствуйте может быть это вот место в подмосковье такое нет или везде где блин я появляюсь прямом эфире у меня вечно вот такой вот происходит какой-то кошмар ну чем 153 попытка до кирилл можно сейчас вот буквально мгновение вот по поводу дураков да есть несколько стадий дураков дурости как бы людской и согласно я то что каждый из нас праве изредка добыть дурачком да но меня больше всего возмущают дураки не как сказать не тихие а буйные которые сами не разобравшись ничем еще и других сподвигают с ним вместе не разбираться вот чем ужас вот чем нонсенс вообще ситуации да когда ты сам тупица ничего не понял и ты держишь другого человека который хочет попытаться свое счастье разобраться в новой индустрии и как бы ты его еще и отговариваешь но это нужно но и я вообще на целую обратил внимание что вместо того чтобы стать компетентным проще некомпетентность воздвигнуть в ранг философии вокруг нее сподвижников собрать и тогда ты станешь на 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 типа и тогда не страшно бы не стрёмно что ты один такой некомпетент проще всех остальных приучить компетент у вас компании услышал так мималютно у меня родители да оба пенсионеры вот в этом году они вышли на пенсию да мам папа вот теперь вы знаете вот что как у вас компания с жкх связаны в плане оплату у вас даже можно через вас оплачивать вот коммунальные услуги но на самом деле не через нас а используя технологии допустим чем ну все хорошо знают что такое пассивный доход изучили слово пассивный доход это жить на доход с инвестиций но при этом теория знать как жить на доход с инвестиций никак не подкрепляется практикой все бы хотели жить на доход с инвестиций но по сути не знаю что это такое мы решили создать продукт который обучает через действия например есть мы назвали финика life финансирование твоих текущих затрат как он работает например у тебя есть какие-то текущие финансовые затрата но уже как а в частности это сам популярность текущие обязательные финансовые затраты которые касаются любого человека ты среднем условная цифра 5000 рублей ты знаешь это платишь ежемесячно за квартиру за оплату коммунальных услуг это означает 60 тысяч в год ты платишь за такую ну то есть это твой бюджет годовой оплату какое какое предложение делает финика product да то финика life так называемый мы назвали их инвестиционной коробочкой инвестбокс это инвестбокс заключается в том что ты выбираешь периодичность выплаты например ты знаешь что тебе 5000 нужно ты вставляешь ты тиферку 5000 пишешь ежемесячно и тебе система рассчитывает сколько надо внести денег для того чтобы ты платил скажем в два раза меньше а то и в три раза меньше чем если бы ты фактически платил ну то есть ты занес туда 25 тысяч рублей цифра условная да там система рассчитает калькулятор такой и все и соответственно ежемесячно по твоему же графику то есть инвестбокс закрылся и начинает работать на тебя и ежемесячно тебе выкидывают те деньги которые ты запланировала а чтобы тебе было понятно зачем это ты прям назвал жкх то есть это твоя карта желания еще помноженные на реальную фактическую финансовую историю это также можно и с машинами и с квартирами делать абсолютно верно там ребенок у тебя чем-то занимается наоборот заболел не дай бог кто-то из близких и не знаешь что там полтора миллиона на онкологии ты бы не доположь это но очень сложно а есть это за 400 500 тысяч рублей может человека пролечить бюджетом полтора два миллиона это за что ты вложил эти деньги и они в компании да разделю значит то что мы с тобой на ты удобно потому что я со всеми на ты со мной также вот то что мы сейчас тобой обсуждаем это оболочка то есть это визуализация того как может работать инвестиция без погружения человека внутрь процесса например есть люди которые говорят мне интересно я понял что я не понял да но я понимаю что это работает вот в таком-то сфере мне достаточно этого и туда мы разговариваем через интерфейс интерфейс это инвестбокс инвестбокс на твои потребности когда мы говорим о том как внутри эти деньги работают как только они поступают к нам на счетах на крипто счета они начинают дробиться первый этап это крипто биржи а дальше крипто биржи заходишь на реальной бирже это позволяет нам грубо говоря уже в моменте например биткойн зашел юждт откупаться зарабатывать 3 от 3 до 7 процентов за это первый день дальше они поступают даже на обычные биржи биржевые счета на форекс это мост биржа и чикагская сырьевая биржа лучше об этом расскажет партнер у меня есть эдварда то есть который непосредственно занимается генерацией денег но смысл такой что я как предприниматель на это смотрю у меня есть депозит до депозит после и вот помощью генерации этих денег мы добавляем доход в принципе все все логично все понятно все вот я хотела обратиться сейчас уже подписчикам даже ребят вот скажите неужели вам не интересно вот действительно узнать что-то новое вот для меня вот сегодняшняя беседа она наверное одна из продуктивнейших за год которая была вот именно по количеству впитываемой информации полезной вот так что я кирилл счастлива то что у меня есть возможность вот так вот и подписчиков с тобой познакомить и самой углубиться в это во все я человек любознательный поэтому и дотушные отчасти вот поэтому я буду максимально стараться разобраться в этом во всем так меня что не слышно опять что такое меня слышно ребятки что мне на голове так 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 ждем сейчас подключится кирилл в общем в принципе я то я то больше информации видите знаю нежели люди которые еще нигде не зарегистрированы не еще не занимались вкладами своими да поэтому как бы мне попроще воспринимать кирилла так а ждать и подключение вот я жду что-то что-то не так кого-то либо у меня либо у него вот поэтому я и вас потихонечку привлекаю к тому чтобы вы в как сказать в большей как сказать быстрее нагоняли темпы ритм жизни которые сейчас есть у нас в двадцать первом веке чтобы вы как можно быстрее вникали во все вот эти вот нюансы во все мелочи в эту структуру вот так 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 а что запрос не действует так замечательно и Продолжение следует...